Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Она 17 лет пережила каторги. Их всю семью, отца ее Давида, маму, сестру Анну и ее за то, что были верующие, сослали на каторгу. Как она рассказывала, что выгрузили их из эшелона в глухую тайгу. По пояс было снегу, никакого жилья не было. Мы должны сами себе были как-то оборудовать там и выжить, занимаясь лесоповалом. И как она говорит, я на срезе пенька карандашом писала письмо своей сестре. Дорогая Анечка, остаюсь под покровом Божьей Матери. Тебе желаю того же. И эти слова были искренние, потому что люди это были настолько верующие, настолько обличены в надежду, что они под покровом Божьей Матери даже в таких страданиях, даже в таком бедствии, которое может закончиться для них всяко, даже смертью. И они так утешительно писали друг друга такие письма. Мы, стоя перед иконой Божьей Матери, видим на руках ее Христа, Бога Младенца. Это не просто младенец. Это Бог, Творец Вселенной, всего мира и человека, который соизволил на себя принять плоть ради спасения человека. От прикосновения к ризам Христовым исцелялись тяжкие болезни. Одним только словом он восставлял парализованных и возвращал зрение слепым. Он, как Бог, мог творить чудо умножения вещества, когда пятью хлебами пять тысяч насытивый. И еще и собрали остатки. И даже когда мы читаем, братья и сестры, Евангелие, то видим, что вся Вселенная повиновалась Ему как Богу. И смерть не смела приблизиться к Нему, к Его человеческому естеству, без соизволения на то самого Христа. Помните, как в Евангелии есть такие слова? «И преклонь голову, предаде Дух». Обычно человек, когда умирает, когда Дух отходит от него, то голова уже безжизненно и безвольно падает. Здесь же на кресте наоборот. Он сначала преклонил голову, то есть соизволение, высказал свое, что он готов и умереть за род человеческий, лишь бы спасти весь мир. И тогда только смерть посмела приблизиться к Его принятому человечеству. А преклонением головы он соизволил на это. Так если Бог отдал самое дорогое, что у Него было, Сына Своего Единородного, не пожалевший ради спасения мира, то как же, братья и сестры, в нынешний момент, если мы с искренней молитвой обращаемся ко Христу и просим Его помощи, как же Он может оставить чад своих? Когда-то в семинарии, когда мы учились, были молодыми, и по молодости и неразумные, и дерзкие. Мирная ектинья – это ектинья как бы великая, сугубая ектинья – это где сугубо трижды, Господи помилуй, а паки-паки, такая маленькая, ну, можно, может, даже во время, пока другой клирос поет и поразговаривать. Но у нас был регент Марк Харитоныч, который после войны еще пришел в Троице-Сергиеву Лавру и, закончивши там семинарию, остался преподавателем. Такой преданнейший в церкви муж, который не принимал на себя священного сада, был мирянином, но воспитал множество архиереев, которые вышли из семинарии Академии. И вот он, обвернувшись, говорит, ектинья – то малая, паки-паки. Но какой смысл в ней заключенный? Вы ж послушайте. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Потом у святых отцов я нашел подтверждение, как одному из них было видение, когда люди пришли в храм Божий и между людьми ходили, искушая их помыслами, рассеянностью, враги нашего спасения. И вдруг диакон произнес прошение – «Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твою благодатью». И тут же на всех молящихся в храме начало опускаться святозарное благодатное облако, «А бесы бежали из храма, давя друг друга, толкаясь, чтобы только вывалиться через двери». Малое прошение. А какой в нем смысл, если мы со смыслом стоим, молимся и воспринимаем всю службу с живым сердцем? Тогда молитва наша, братья и сестры, она делается таковой, как говорят о молитве матери. Она небеса потрясает и со дна моря достает. Поэтому дай Боже нам, братья и сестры, если была какая-то рассеянность и отвлеченность, то сейчас, подходя к иконе Божьей Матери, к Царице Небесной, под пение Богородицы Девы Раду и сей песнопений прославляющих Царицу Небесную, мы Ей, как любящей Матери, и зальем всю свою душу и сердце, прося Ее молитв материнских и заступничества. Помня, что молитва материнская небеса потрясает. Со дна моря достает. Она Богу Мать, а нам по благодати тоже является нашей Матерью. Поэтому мы, как чадо, будем идти к ней под песнопение прославляющей Ее и просить Ее материнских молитв перед всемогущим Богом, Который, хотя и в виде младенца восседает на Ее святых руках, но является Богом всемогущим, Который может спасти всю Вселенную и каждого из нас. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok